Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Перед тем, как мы затронем с вами такую, знаете ли, сложную тему, которая нуждается в том, чтобы её разобрали, чтобы они, знаете ли, не молчали и так далее, и перед тем, как мы перейдём к каким-то другим серверам и к каким-то другим людям вообще, я бы хотел вам сказать, что по айпишнику в описании вы попадёте на Аризона Ролиплей Феникс. Там вы можете ввести мой никнейм Данте Коннор, по которому вы получите 300 тысяч долларов при достижении вами пятого левела. То есть вот эти вот самые деньги, их не нужно будет просить у меня там или ещё у кого-то, они прямо, знаете ли, системой вам автоматически начислятся, как только вы достигнете пятого игрового уровня на проекте Аризона Ролиплей. Хочу вам напомнить, что Феникс это самый первый сервер Аризона РП, а первый, значит, лучший, а лучший, значит, вы стопудово должны на нём играть и должны на нём делать все прочие вещи, о которых вы раньше, возможно, не задумывались, либо задумывались, но не так конкретно, но не так сильно, и вот всё прочее. Однако, ладно, мы на этом зацикливаться не будем, мы вот сразу перейдём какой-то вот к этой вот новости, о которой уже давно нужно рассказать. Я рад, что такой человек, как Brothers and Company, который обычно, знаете ли, не молчит, да, который обычно всегда говорит, рассказывает обо всех этих вещах, то есть прям вовремя за всё это печётся, за будущее России, за будущее каких-то других стран, и вот всего прочего. Хорошо, что он обо всём этом рассказал. Ролик будет максимально серьёзный, поэтому, пожалуйста, присядь и приготовьтесь к тому, что ролик будет действительно какой-то, знаете, не гиги-гага вот этого, да, там, для каких-то пятиклассников, для каких-то прочих людей и так далее. Нет, то есть ролик действительно будет достаточно серьёзный, который вы должны посмотреть от начала до конца, дабы максимально вообще понять то, о чём сегодня будет речь. Так вот, давайте начнём немного издалека, немного сначала и так далее, ведь если бы не Brothers and Company, я бы об этой новости вообще не узнал, я бы даже не подумал, что нечто подобное вообще может случиться с GTA-самп-сегментом, с какими-то прочими серверами в GTA-сампе, то есть я бы об этом даже не подумал, я бы об этом даже не вспомнил, я бы даже, знаете ли, не провёл аналогию и так далее. А дело в том, что вот 31 октября на Advanced Roller Play, как и на многих других GTA-самповских серверах, появился квест, хэллоуинский квест, на котором было такое, знаете ли, много разнообразных заданий, и там всё закрутилось, завертелось на том, что, мол, якобы власти этого, знаете ли, штата и всего прочего отменили Хэллоуин, его там больше никто не празднует и так далее. И вот многие-многие люди, они организовали вот этот вот самый митинг, митинг вокруг администрации президента, дабы показать, что, мол, якобы они со всем этим не согласны, со всем вот этим вот порядком, который там вот эти вот, знаете ли, представители власти построили, что вот они якобы вот со всем этим не согласны и требуют каких-то изменений, какого-то пересмотра всего этого, и, в общем-то, как-то так это всё было. И вы знаете, Brothers and Company, он, как, знаете, какой-то волонтёр, он сразу пошёл, он сразу начал смотреть вообще, что там, как и где, вот. И он попал на квесты, в которых нужно было, знаете ли, организовывать митинг, делать всё прочее, и там вот квест завертелся, закрутился на том, что нужно было сжечь покрышки, сжечь покрышки. И Brothers and Company, он не стал как-то разбираться, нет, он наоборот, он стал во всём этом разбираться, он провёл множество аналогий, множество математических, аналитических и всех прочих расчётов в своей голове, в своей черепной коробке, во всём прочем, то есть для того, чтобы вообще понять, что к чему в данном случае происходит, и вообще рассказать всё это людям, дабы всё вот это вот сделать. Так вот, митинги там в игре, во всех прочих вещах, так вот, что я могу тут сказать, вот в данном случае, что я могу сказать? Дело в том, что Brothers and Company установил аналогию между вот этим, вот знаете ли, квестом, в котором нужно было, там знаете ли, собирать покрышки, потом их поджигать, потом делать какие-то прочие вещи, то есть поджечь нужно было 50 покрышек, он вот установил с этим какое-то соответствие и так далее, и пришёл к выводу, что это самая отсылка на Майдан в Украине, на события в Украине 2014 года, там знаете, вот этот Евромайдан, все прочие движения. И вот я никогда не хотел вот в своих каких-то видеороликах во всём прочем касаться политики, но, как говорят либералы, как говорят либерасты и все прочие люди, если ты не хочешь касаться политики, политика рано или поздно коснётся тебя. Так и произошло. Так, сука, и произошло. И спасибо Brothers and Company за то, что привлёк многих людей к такой, знаете ли, политической проблеме. Я в самом деле думаю, что об этом должны говорить многие люди. То есть это не должно спускаться на тормоза, это не должно просто вот так вот то, что это побыло, побыло и тут прошло. Потому что, знаете, я сам украинец, я сам жил в Днепропетровске, вот и так далее. То есть это Украина, если молодой кто-то не знал. Вот. Я, то есть, там жил, и я могу сказать, что действительно я всё это видел, я всё это ощущал на себе. 2014 год, мне было 12 лет. Я всё это ощущал, мне очень больно было вот на всё это. Смотрите, когда я начал проходить квесты на Advanced Roller Play, я вспомнил все эти события, то, как умирали деды, то, как умирали матеря, отца и все прочие люди в поисках какой-то, знаете ли, лучшей жизни и всего прочего. Я пришёл к выводу, что, видимо, Андрей Рингай решил поглумиться над украинцами, над теми, чьи отцы, чьи матеря, возможно, как-то умирали, возможно, были какими-то соучастниками украинского Майдана и всего прочего. И то есть, и Андрей Рингай решил таким образом на своём проекте поглумиться. Мол, смотрите, от нас ушёл митинг, у нас есть Малфой, у нас есть другие украинские GTA-самп-ютуберы, решил, мол, поглумиться, мол, смотрите, реально, какие они лохи, у них там Майдан их там убивали, га-га-га. И Brothers & Company, соответственно, не стал всё это терпеть, не стал всё это спускать на тормоза, он единственный, он борец за правду, он настоящий либерал, каких только набирают, наверное, в ЛДПР или ещё куда-то. То есть, понимаете, он запустил хэштег, мол, Ринга извинись за вот то, что он тут сделал, за то, что этот Ринга тут вспомнил вот эти вот события Майдана 2014 года, когда всё было плохо, когда практически было нечего есть, когда побирались там, знаете ли, на чёрном хлебе, и тогда я жил в Днепропетровске, я могу всё это подтвердить абсолютно точно, то есть, было ужасно, было абсолютно точно ужасно, то есть, мы вот так вот скитались с моей семьёй, сначала Днепропетровск, вот это потом Славянск, потом там ещё какие-то города, Одесса, возможно, даже. Вот, и я вот всё это вспоминаю, действительно смотрю на все эти события, которые там были, и понимаю, что Brothers & Company в самом деле провёл правильную аналогию, провёл правильное сравнение, сделал всё прочее, и как бы, и действительно нужно призвать Ринга к ответу, чтобы он в самом деле извинился, потому что по-другому, но это просто не работает, понимаете ли, когда лидер мнений и так далее, он же по-любому проверил всю инфу, да, он же по-любому, так сказать, подкрепил это какими-то доказательствами, какими-то аргументами и так далее, то есть, я уже сам заикаюсь, я просто, я не могу действительно, это очень сложно об этом говорить, я тоже, вот знаете ли, я, потому что я самый явный либерал, топлю за Лёху Навального, мне кажется, что он делает достаточно правильные вещи, надеюсь, что мы в скором времени будем жить как в Европе, вот с такими-то людьми, с Навальным, там, с Brothers & Company, со всеми прочими людьми, то есть, всё будет нормально, и поэтому, как бы, понимаете ли, Brothers & Company, он действительно красавец, но вот такие люди, как Андрей Ринга, они помешают нам жить как в Европе вместе с Brothers & Company, то есть, уже, если мало ли кто-то не знает, вот этот вот закон, вот этот вот закон об изоляции интернета, да, который на самом деле, не изолирует нас от интернета, а меняет просто DNS сервера, это всё придумал Андрей Ринга, то есть, они там с Путиным на короткой ноге, на длинной телефонной линии, у него такой, знаете, дискетный телефон дисковый, то есть, действительно, они там набирают, калякают с ним, чё, как вообще, как сделать все эти дела, все эти управления, вот, а Митина, как бы, они сразу слили, потому что сразу поняли, что Митин, он не либерал, он скорее какой-то, знаете, социал-демократ, какие-то прочие вещи он там продвигает, знаете ли вы, леволиберальный, возможно, позицию он там делает, и всё прочее, поэтому они его сразу убрали, но Brothers and Company, то он не промах, несмотря на то, что он не сотрудничает с Advanced Roly Play, он всё равно, понимаете, обращает внимание на вот эту вот, на всю проблему, на всё прочее, потому что, в самом деле, такие дела, вот, когда просто Андрей Ринга решил поглумиться над украинцами, над всеми прочими людьми, мы не можем такого просто оставить, просто вот так вот, если мы сейчас это оставим, что потом, да, Аризона будет глумиться над митингами в России, или что, что вот потом-то будет, а? То есть, непонятно, абсолютно точно не понятно, поэтому мы должны призвать Андрея Ринга к ответу, Андрюху Андрея и всех прочих Адронного коллайдера, возможно, и так далее, мы должны всех их призвать к ответу, чтобы больше митингов в GTA Sampi у нас не было, так как они могут пагубно влиять на молодые умы, молодые, неокрепшие умы разнообразного рода детей, и, возможно, даже взрослых людей, потому что никто не заслуживает видеть того, чтобы видели деды, отцы, матеря, которые просто помирали вот на этом, на Донбассе, на прочих вещах, это ужасно, и я хочу, чтобы вы там написали в комментариях у меня, мол, Ринга извинись, там, хэштег Ринга извинись, где-то еще флудили, да, скидывая мой видеоролик, скидывая ролик Brothers and Company, дабы максимально, то есть, все это распространилось, и чтобы Ринга был призван к ответу максимально точно, с максимально большим количеством разнообразных привилегий, и вот, всего прочего, потому что по-другому это просто не работает, по-другому, чтобы вы понимали, это не работает, мы должны призвать всех к ответу, найти родителей этих ублюдков, узнать адреса этих ублюдков, и все сделать, чтобы все в действительности было нормально, а так как пока что у нас на Аризоне нету никаких митингов, никаких вот этих, знаете ли, леволиберальных партий, которые могут как-то пагубно повлиять на молодежь, на подрастающее поколение, на всех прочих людей, мы должны призвать всех вот этих вот идиотов, просто конченных аутистов к ответу, дабы у нас все было в будущем нормально, и во всех прочих наших временах, чтобы все тоже было нормально, и ничего подобного более не случалось. Я надеюсь, что вы меня поняли, всем спасибо за просмотр данного видеоролика IP Arizona RP, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить 300 тысяч долларов при достижении вами пятого левела, находится в описании. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok